Как вы помните, такой опыт у нас уже был в 2001 году, когда мы проводили первый турнир. Тогда еще не было Ассоциация Кёк-Сюнкай России, но была Национальная федерация каратэ. И в принципе тогда этот опыт был успешен. Сейчас еще более успешные соревнования. У нас создана организация по виду спорта Ассоциация Кёк-Сюнкай России, которая впервые провела соревнования с участием всех пяти организаций, входящих в АКР, представителей четырех крупнейших международных организаций Кёк-Сюнка в мире. Благодаря созданию Ассоциации удалось создать организацию, которая не имеет конфронтации между спортсменами, между судьями. Единая семья, единая организация, хотя и представители разных международных организаций. Их это радует. Незаметно никакой напряженности между спортсменами, между судьями. Это одна единая общероссийская организация. Это порадовало. Затем порадовало то, что карате, которое у нас в России развивается, Кёк-Сюнкай карате российский, он не отличается от всех. По всем, так сказать, сейчас результатам международной организации, во всех международных организациях, но, наверное, только пока в Шинке-Кушине российские бойцы не являются, как бы, не давляют над всеми. Но я думаю, скоро и там мы будем с победителями. А в основном россияне во всех организациях имеют практически полное доминирование. И что сейчас мне понравилось, то, что карате российское сейчас, карате российский Кёк-Шин, он стал отличаться даже от японского. Японский Кёк-Шин скоростной, техничный, а российский Кёк-Шин тоже скоростной, техничный, но еще настолько жесткие и акцентированные удары. Этого нет в Японии. Мне сейчас это очень понравилось. И я думаю, что если нам когда-то суждено будет сразиться с японской сборной объединенной, вот эти мальчишки... Причем объединен? Объединен, да, именно объединен. Вот эти вот ребята, вот эти тренера, судьи, еще подготовят еще более сильную команду, я думаю, равным российским спортсменам не будет. Русский Кёк-Шин... Спасибо большое. ...правит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.